Сегодня в Чебоксарах Он никогда не повышал голос, разговаривал, всегда как бы на равных разговоры шел, и с ним всегда было комфортно. То есть в его кабинет, когда приглашался я, то это была радость, общение с человеком, добрым, отзывчивым. Министр физической культуры и спорта начинал физруком в сельской школе, потом возглавлял спортивное учреждение и, наконец, само ведомство. И, где бы ни работал, оставил из себя добрую память. В 2017 году он поставил рекорд. Под его руководство министерство поставило рекорд. У нас было самое большое количество мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Это результат работы любого министра именно за все существование министерства. Светлый, добрый, интеллигентный человек. Чуткий, грамотный руководитель. Так, не сговариваясь, отзывались и Сергей Сильвестрович и все, кто пришел сегодня на гражданскую панихиду. Он был не просто спортивным функционером. Он был настоящим спортсменом, тяжелоатлетом. Он был кандидатом мастера спорта, но в то время мастерский норматив был очень высокий. В Советском Союзе был, да и потом немножко сохранялся в России еще, нежели сегодня. Сегодня уже как бы понижение, понимаем все условия. И вот как бы на этом уровне как-то немножко стали, то ли люди жиденькие такие, слабенькие. Но он действительно был по природе такой крепкий и в те годы очень достойно поднимал. И достойным был кандидатом мастера спорта. Это хороший результат был. Все свои силы, опыт, знания Сергей Шелтуков отдавал развитию спорта и физической культуры республики. Его знали и уважали не только в Чуваше, но и в других регионах и в федеральном министерстве. В начале лета проводили по линии Совета Федерации мероприятия. И вот как раз мы очень практически два дня были бок о бок с Сергеем Сервестричем. Во-первых, строили планы по как мы будем проводить спартакиаду в следующем году. Я думаю, что все задумки, которые были, по крайней мере, мы постараемся всей командой это все выполнить, исполнить. То, что хотел, не доделал Сергей Сервестрич. Сергей Шелтуков из тех людей, которые приходят в этот мир, чтобы служить примером. Но, конечно, сами не задумываются об этом. Именно о нем можно сказать. Мало жил, много сделал. Когда члены правительства работают так честно, ответственно, вкладывая всю свою энергию для того, чтобы был хороший результат, это всегда мы ценили и ценим. Наша задача теперь заключается в том, чтобы имя Сергея Сервестрича Шелтукова навсегда не только сохранилось в наших сердцах и нашей памяти, чтобы мы еще больше акций проводили касаясь спорта, касаясь физической культуры. Мы с честью справимся. Будем продолжать начатые его дела. Избавить город от запахов органики, которые временами источает одно из птицеводческих предприятий, поможет новый завод по переработке отходов. Реализацию этого проекта обсудили члены правительства. В агрохолдинге уже составили дорожную карту. Необходимо решить ряд финансовых вопросов. Экономическая проблема, которая также сдерживает сегодня отсутствие переработки помета, это создание рабочих мест, доведение еще шести цехов по выращиванию, более 500 тысяч голов. Сейчас мы работаем с судебными приставами, работаем с кредиторами основными, которые позволят нам высвободить залоговое обеспечение. И после формирования этого залога обеспечения, есть возможность предоставления кредита агрохолдингу в размере 100 миллионов, для того, чтобы это все решить. Все это время куриный помет складировали на полях. Каждый год сюда привозят огромное количество отходов, ведь агрохолдинг производит более 70% мяса птицы в регионе. На сегодня объем инвестиций в проект агрохолдинга уже составляет 9,6 миллиардов рублей, в том числе 6,6 – это кредитные ресурсы, у нас остаток, понятно, чуть ниже 2,1 миллиарда рублей. Это государственная поддержка с 2012 года. Государственные деньги уже потрачены, и совместно с банком, с контроль надзорными органами нам нужно решить правильную задачу, как решить эту проблему. Специалисты подтвердили, что отходы агрохолдинга угрожают экологии. После обильных осадков помет попадает в пруды и в реку. Из-за этого погибала рыба. Смывается в реке, а реки, значит, тоже связаны с этими водоносными горизонтами. Там вытекают родники, а бывает и так, и наоборот, вот, осенние. А как раз оно загрязняет водоносные горизонты питьевого качества. Хотя тут скважины глубокие, но анализы воды из этих скважин, которые пьет население, ну не делают. Глава региона отметил, что решение проблемы утилизации отходов затягивать недопустимо. Строительство завода по переработке куриного помета могут поддержать и в Республиканском фонде развития промышленности. То, что за полтора года по сроку он готов реализовать производство по утилизации птичьего помета, по современной технологии, вы верите в это? Вариант есть в случае, если сам Агрохолдинг предоставит ликвидный и правильный залог. Сбербанк где-то пойдет навстречу. Сделать это, в принципе, возможно. Михаил Игнатьев поручил доработать дорожную карту и приступить к практической стадии реализации проекта. Митрик Валев и Борис Андреев. Республика. В Чувашии станут наказывать родителей, чьи несовершеннолетние дети после 22 часов вечера будут находиться в общественных местах на улице без сопровождения папы-мам. Такое предложение прозвучало сегодня на расширенном заседании коллегии в прокуратуре. Хотя закон о комендантском часе в Чувашии уже существует. Детям до 18 лет запрещено находиться на улице и в парках с 22 до 6 утра, а в летнее время с 23 до 6. Но наказаний за нарушение этого запрета не предусмотрено. После внесения изменений безответственных родителей будут штрафовать. Такие меры должны снизить уровень детской преступности в регионе, считают надзорные органы. Сейчас в Чувашии 1149 детей стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. При этом преступлений в этом году дети до 18 лет совершили на 3% меньше, чем в прошлом. Но количество тяжких преступлений увеличилось. Основной причиной преступности в среднем несовершеннолетних является неосознанность ими всей серьезности совершаемых поступков. А условиями их совершения чаще всего являются непополученное окружение, безнадзорность и беспризорность. В республике проводится целенаправленная работа по реализации государственной политики и по интересам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. Снизить уровень подростковой преступности можно только совместными усилиями правоохранительных органов, учреждений образования и других структур. Но главное, все запланированные мероприятия должны выполняться. Пока профилактика во многих случаях проводится формально, но реально действующие меры приносят свои плоды. Это общественные воспитатели, закрепленные за трудными детьми, профильные военно-патриотические смены в лагерях. Невероятно сложная работа с детьми, которые сами становятся жертвами преступлений. Звучит ужасно, но в большинстве случаев от рук самых близких людей. На коллегии было принято решение усилить работу школьных психологов. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Девять учителей из Чувашии вошли в число лучших педагогов страны. Среди них Надежда Юрьевна Клинк. Она преподает физику в Чебоксарском лицее номер три. Почему, Надежда Юрьевна, в числе лучших, наша съемочная группа поняла сразу, как только попала на ее урок. Наш оператор так увлекся опытом с пружинкой, которая, вопреки законам физики, сжимается при нагревании, что пришлось переснимать дважды. Это называется отрицательным тепловым расширением. Таким свойством обладает ряд уникальных веществ, в том числе трифторит скандия. Пружинку из этого материала Надежда Юрьевна привезла со Всероссийского фестиваля науки. В этом году конкурс на звание лучшего педагога России стал для нее уже третьим по счету. И в третий раз она получает грант в 200 тысяч рублей. Первый раз я в нем участвовала в 2006 году, работая в первом лице, я тогда стала победителем. Нам тогда тоже дали грант. Потом я уже работала здесь, в 2012 я получила этот грант. И вот сейчас в 2018. То есть получается через каждые шесть лет регулярно я получаю. На вопросы коллег, как выиграть в таком масштабном конкурсе, отвечает. Быть активным в интернете, участвовать в международных проектах и пробовать, что называется, на себе. Все новые технологии в учебном процессе, которые могут заинтересовать детей. А еще не быть вредной физичкой, как в ее песне. Ольга Бырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. У Валентины Маркеловой была опухоль молочной железы, которую успешно удалили. Теперь она регулярно ходит на прием к врачу-онкологу. И если раньше приходилось съездить на консультацию в Щебоксары, то сейчас этого не требуется. К нам приезжают врачи из республики на консультацию, для беседы, для ознакомления новыми методами лечения. Нам это в сельском очень нравится. Очень нравится. Здесь мы получаем консультацию, лечение, направление. Это очень, пусть так и дальше продолжится это. Онкодесант, врачи республиканского онкологического диспансера регулярно выезжают на консультации в районные больницы. Такой формат выездной работы очень удобен как для врачей, так и для пациентов. А главное, эффективен. Болезнь можно выявить на ранней стадии, а значит, своевременно спасти жизнь. По итогам первого полугодия этого года выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях достигло 55%. Следующие выездные приемы пройдут в Козловской и Цивильской районных больницах. Михаил Сейспир, я мечтатель. Идеалист Растяпа. Идеалист Растяпа. Ну, слава Богу, начали. Слава Богу. Мотор, начали. Начали с детских лет будущего огнекрылого ангела нации. Первая сцена – маленький Миши наблюдает за своим дедушкой-целителем. Говорят, именно от него поэт унаследовал дар речевого воздействия на сознание, поразительную магико-заклинательную энергию слова. Дубль-дубль-дубль-дубль-дубль идет, и что-то внутри происходит. И через это солнце даже, свет идет. Вот этот свет чувствуешь с закрытыми глазами. И как будто прямое общение такое есть. Реконструировать исторический период начала 20 века помогали всем миром. Материалы, костюмы, реквизит, локации. Нам помогали все, к кому мы обращались. Это и национальный музей, и национальная библиотека, Чувашский драматический театр, и клуб реконструкторов. Помогали костюмами, советами, делились своими знаниями. В кино первый раз, но нашу поляну, нашу экологический комплекс не случайно называют Чувашский Голливуд. В этом году, в этом году, это четвертая уже съемочная группа, которая у нас работает на нашей поляне. Артистов для художественных сцен искали практически во всех театрах республики. И если со взрослыми, опытными, маститами проблем не было, на руле утверждались после первого кастинга, то детей пришлось поискать. И еще мы использовали такой общепринятый прием, когда просто за детьми нужно наблюдать. Не нужно им ставить каких-то конкретных задач. Просто погружаешь их в какую-то обстановку, и через монитор наблюдаешь, как они живут. Вот, порой даже не хочется говорить «стоп», ты сидишь, просто улыбаешься, и не хочется выключать камеру. Что вам сказал делает режиссер? Беседовать, двигаться, спорить, не смотреть на камеру. Что нужно для того, чтобы быть хорошим артистом? Сейчас подумаю. Опыт. Сейчас. Юмор. Терпение. Терпение. Анечка, тебе легко было сниматься? Нет, не очень. Мне потому что пришлось снимать сережки и многое другое. Мне больно в лапчах. Ну, нелегко. Вот смотри, раз, два, три. Но, пожалуй, самые сложные творческие задачи стояли перед Родионом, исполнителем роли маленького Миши Кузьмина. Четыре полных актерских смены и такое же полное погружение в образ. Родион, а что ты знаешь о своем герое, которого ты играешь? Ну, то, что он умер в 23 года, был еще молодым. У него был вроде как рак костей. Конечно, с любовью не сложилось. Ну, а это как посмотреть. В фильме непременно будет отражена любовная линия, воссозданная из дневников и писем поэта. Впрочем, об этом, как и о том, кто сыграл главную роль, поэта и трибуна, его муза Анастасии, где снимались сцены допроса и заточения гения нации и разжалованного комиссара, узнаем из следующих бэкстейджей. Валентина Поливцева, Сергей Лобода со съемочных кинолокаций.